В отличие от предыдущих всех докладов, мой несколько выбивается из той концепции, которая была положена в основу этой секции. Я так понимаю, что раз так много проблем после парп-ингибиторов, то в общем ставит резонный вопрос, а кому не стоит их даже и назначать. Но я должен сказать сначала, что действительно использование парп-ингибиторов в реальной клинической практике, например, по городу Москве, он существенным образом вырос. И если брать всю Москву, то за последние 4 года, с 2019 по 2023 год, число пациенток, уникальных пациенток, которые получали алопарип, увеличилось на 372%. 127 пациентов в 2019 году и 473 в 2023 году, включая тех, которые переходят из прошлого года на текущий год. И, в общем-то, с одной стороны, рост внушительный, но с другой стороны, он тоже недостаточный, потому что, по моим просчетам, раза в полтора-два больше пациенток нуждается в использовании парп-ингибитора при раке яичников, по сравнению с тем, как мы их сейчас лечим. Лечим. Но, тем не менее, я хочу поговорить не о доступности парп-ингибиторов, я хочу поговорить о той ситуации, если мы представим себя, что мы находимся в идеальных условиях, и у нас есть парп-ингибитор, и мы можем его назначить. Или даже в более чем в идеальных условиях у нас парп-ингибитор с истекающим сроком годности, и мы должны кому-то его срочно назначить. И поскольку моя позиция, она, наверное, будет сугубо субъективной, можно вернуться, прошу прощения. Я хотел бы просто поговорить о том, как вы сами видите, в том числе, кому бы вы назначили или не назначили парп-ингибитор в каких-то конкретных клинических ситуациях. Вот клинический пример. Женщина 60 лет, у нее мутация в гене Берсии 2, но она HRD негативная. У нее серозный рак high-grade, у нее нет проявлений заболевания после циторедуктивной операции при третьей стадии и шести курсах химотерапии кровоплотиновым паклитоксилом. Вы назначите и парп-ингибитор в первой линии? Вот этот вопрос в том числе адресован тем нашим коллегам, которые онлайн подключились. И, в общем-то, этот QR-код позволит проголосовать не только делегатам, которые находятся в зале, но и тем, кто присоединился онлайн. Ну, в общем, 83% назначат парп-ингибитор такой пациентке, и меньшинство его не назначат. Алексей Александрович, как бы вы поступили? Вы тоже бы назначили. Давайте перейдем к вопросам, к обсуждению этого клинического случая. Действительно, исследование Паола показывает, что есть пациентки, у которых есть мутация берсей, а есть пациентки, у которых нет мутации берсей, и которые при этом при всем имеют HRD-положительный статус, связанный с какими-то другими молекулярными событиями. И те, и другие отвечают на терапию парп-ингибитором, об этом мы много говорили раньше, и сегодня, в принципе, тоже. И при этом, при всем в этом исследовании не было ни одной пациентки, у которой была бы мутация берсей, но был при этом HRD-отрицательный статус. Вот посмотреть на структуру. То есть не было HRD-отрицательных пациенток, у которых при этом была бы выявлена мутация берсей, потому что считается, что это как бы невозможная ситуация. Тем не менее, значит, при раке яичников бывают моноаллельные мутации берсей, это редкость, потому что, например, при раке предстательной железы, при раке поджелудочной железы, и еще более при берсей неассоциированных опухолях, там, при слюнной железе, при кишке, при, в общем, много опухолей берсей неассоциированных, при которых мы можем выявить мутацию берсей, они очень часто бывают моноаллельные. Ну, при раке яичников очень редко бывают моноаллельные мутации, но они описаны, они описаны в том числе и в нашей популяции. И, значит, мы знаем, что эти моноаллельные мутации ассоциированы с меньшей геномной нестабильностью, если судить по этой геномной нестабильности, по проценту потери гетерозиготности, в отличие от биоаллельных мутаций. Эти моноаллельные мутации ассоциированы с большим ТМБ, то есть большим мутационной нагрузкой в опухоли, и можно гипотетически порассуждать о том, что эти моноаллельные мутации, они не являются драйверными мутациями, а являются следствием того, что в опухоли высокий мутагенный потенциал, то есть высокая частота мутации в опухоли привела к тому, что в том числе возникла и какая-то случайная мутация в гене берсей. И такие данные есть, по данным опубликованным в нашей стране, например, Теанглазина Кикеева продемонстрировала свой опыт, и она показала, что таких пациенток с мутациями в генах берсей, при этом с низким GSS-скором, примерно 10% из всех тех пациенток, которых она анализировала с мутациями. И вот то, что было получено в статье, указывает на то, что в том случае, где удалось определить, не всегда удается определить биоаллельную инактивацию или моноаллельную, там, где она смогла это сделать, там оказалось, что во всех случаях, где есть мутация берсей, где низкий GSS-скор, там, в общем-то, не было биоаллельной инактивации, а везде была моноаллельная инактивация. И другие данные, в принципе, показывают, что это может быть следствием MSI-H, пациенток, которых моноаллельные мутации в генах берсей, они чаще имеют микросателитную нестабильность, особенно это выражено для ракопредставительной железы, но при раке яичников это тоже описанный случай. И те опубликованные случаи лечения парпингибиторами или препаратами платины, моноаллельных мутаций, они, в общем-то, не за терапию парпингибиторами. Там две графики лечения, которые представлены в нижней части слайда, они, конечно, посвящены не раку яичников, а раку предстательной железы, но там было четко и показано, что при моноаллельной мутации берсей не было никакого эффективности парпингибитора, который был назначен, но при этом была высокая эффективность иммунотерапии, потому что оба этих случая имели высокий ТМБ и MSI-хай фенотип в опухоли. Вот те данные, которые были получены, они ставят в вопрос, а будет ли эффективна терапия парпингибитором в случае мутации берсей, которая не приводит к геномной нестабильности. Другой пример. Это женщина 60 лет, у которой мутация в гене берсей 2, она HRD-позитивная. Она уже начала терапию лопарибом, более того, на 2 года терапию лопарибом завершила, но за счет того, что у нее была неоптимальная первичная цитаредукция, было 6 курсов химиотерапии с лишь частичным эффектом, у нее на фоне лопариба частичный эффект сохраняется. И на этот момент 2 года окончания 2 лет этот частичный эффект, он не перешел в полный эффект. Вопрос, будете ли вы продолжать терапию лопариба такой пациентке более 2 лет? Ну, большинство, 25%, прошу прощения, не будут продолжать. Так, рано я начал подводить итоги. Ну, в общем, ладно, будем считать, что чуть большее количество респондентов продолжит ПАРП-ингибитор более 2 лет. Вот великолепный свой опыт продемонстрировала сегодня Ирина Александровна. Вы будете продолжать лопариб более 2 лет в такой ситуации? Нет, он не перешел в полный эффект. У нее был частичный ответ на фоне начала терапии лопарибом, и на фоне через 2 года у нее сохраняется частичный ответ. Вы завершите терапию на 2 годах и оставите ее под наблюдением. Окей, давайте вернемся к презентации. И на самом деле я лично поступил бы так же, и рутину так и поступаю, хотя, в общем-то, не пользуясь популярностью среди пациенток, которые завершают терапию на 2 годах, действительно рекомендации русского позволяют продолжить лопариб более 2 лет, в том случае, если, по мнению врача, это может принести пользу пациентке. И мы сейчас увидели, что пациентка, если она чувствует, что должна получать терапию лопарибом больше 2 лет, совершенно спокойно может найти врача, который и будет рекомендовать в такой ситуации продолжить лопариб более 2 лет. И сделано это на основании, собственно, дизайна исследований СОЛА-1, где действительно 10% пациентов по согласованию с командой исследователей продолжили терапию лопарибом более 2 лет. Но при этом, к сожалению, отдельного поданализа такой когорты пациенток опубликовано не было. Какими данными мы располагаем? Мы располагаем данными с лопарибом, который через 2 года отменялся обашества, и неропарибом, который продолжался 3 года. Значит, и не сказать, что результаты у нас идут в пользу более длительного применения парпингибитора с неропарибом. Если посмотреть на отношение рисков, то лучше оно в случае мутации Берсей для алопариба по сравнению с неропарибом, хотя он продолжался дольше, 3 года. И та же самая тенденция у нас есть при сравнении исследований ПАОЛА-1, где и неропариба в исследовании Прима, где, в общем-то, у пациенток без мутации Берсей, не, прошу прощения, это и включая мутации Берсей, в общем, все пациентки с HRD-позитивным статусом и без мутации, с мутацией, и можно сравнить 2 года алопарибом с биоцизумабом, против биоцизумаба, или 3 года неропарибом по сравнению с плацебо, и отношение риска в пользу 2-летнего интервала времени приема парпингибитора с алопарибом. И в Южной Корее было выполнено ретроспективное исследование, и без, значит, без мэтчинга или после псевдорандомизации результаты в первой линии использования неропариба в течение 3 лет или алопариба в течение 2 лет, результаты примерно одинаковые. Другими данными мы, в общем-то, не располагаем, если посмотреть на поданализ исследований, на мета-анализ исследований, который был посвящен парпингибиторам в первой линии, в поддержке, то, в общем, можно сказать, что те исследования, точнее, то исследование, которое предусматривало использование парпингибитора более 2 лет, не выделяется лучшими результатами по сравнению с группой плацебо, по сравнению с теми исследованиями, где длительность парпингибитора была 2 года. И при в когорте мутации Берсей и пациентов с HRD статусом положительным, и пациентов с положительным HRD статусом без мутации Берсей, если их анализировать отдельно. Следующий пример. Женщина, тоже 60 лет, значит, дикий тип Берсей, HRD мы не знаем, сирозный рак яичников, low-grade исходно. Один год ремиссии после того, как она была прооперирована и получила 6 курсов внутривышинной химиотерапии, а еще она поддерживала поддержку литрозолом, получала. Она запрогрессировала, поскольку это был low-grade, в тот момент времени назначили ей индексан, она на нем 15 месяцев имела стабилизацию заболеваний, потом, когда запрогрессировала, ей сделали 6 курсов химиотерапии по акликарбу снова, при компьютерной томографии в динамике у нее стабилизация, на фоне этой химиотерапии, в процессе этой химиотерапии удалили внутривышинный порт, в связи с тем, что он не функционировал, на нем была опухоль, поскольку это было в середине химиотерапии, то там был патоморфоз, но остаточная опухоль была представлена серозным раком яичников high-grade. И вот, по сути, такая клиническая ситуация. Назначите ли вы ей в поддержке аллопари после 6 курсов лечения? То есть это рецидив, это рецидив платно-чувствительным. И... Еще никто не хочет вообще голосовать. Начали уже потихонечку голосовать, это радует. Это платно-чувствительный рецидив, и она при повторной биопсии выяснила, что есть очаги high-grade карциномы, но максимальный эффект на платно-чувствительную химиотерапию, которая только что была закончена, это была стабилизация. Ну, в общем, 62% против, 37,5% за назначение парп-ингибитора в данной ситуации. Так, давайте пойдем дальше. Еще такая же ситуация, ну, не такая же, с некоторыми нюансами. Тут чисто вот такой вот серозный рак яичников high-grade, без мутации берсей, но HRD-позитивный статус исходно, при анализе первичной опухоли. Тоже один год ремиссии после первичной цитридуктивной операции шести курсов химиотерапии, никакой там гормональной терапии не было, это же high-grade, и она была, было прогрессирование, по поводу прогрессирования удалось выполнить полную повторную цитридуктивную операцию, она, пациентка, получила шесть курсов химиотерапии карбоплотином и гемцитабином, и у нее нет данных об эффективности химиотерапии ввиду отсутствия даже неизмеряемых проявлений заболевания, как следствие полной повторной цитридукции. Назначите ли вы ей лампорип треть в поддержке после второй линии? Прошу прощения, это опечатка после второй линии. У нее дикий тип и HRD-позитивный статус на первичной опухоли. То есть... Нет, а ее тестировали... А может, да, может, да, действительно, на HRD ее тестировали во второй линии лечения. Потому что обычная ситуация, я не знаю, что вас смущает в нашей стране. Мало таких случаев, что ли? Да. Ну, в общем, мнение, такие в большей степени в пользу назначения аллопорипа в поддержке после второй линии лечения 57% за то, чтобы его назначать. Давайте вернемся к презентациям. Значит, ну, если мы говорим про дикий тип пациенток с... Нет мутации Берсей, то единственное исследование, которое отвечает на вопрос, кому назначать и никому не назначать парпингибитор аллопорип, это исследование 19. В нее включались пациентки. На самом деле, они были узко отобраны. Это был только серозный рак яичников, high-grade. Это были платины чувствительные рецидивы. И они должны были получить платину и иметь на них производных платинов объективный эффект. Частичная регрессия или полная регрессия по данным рецепт-критериев. И, в общем-то, они уже рандомизируют группу поддержки терапии аллопорипом или плацебо. И там действительно было получено, что наибольшая польза была у пациентов при ретроспективном анализе этого исследования при мутации Берсей, но при отсутствии мутации тоже была польза в отношении выживаемости без прогрессирования и отношении рисков 0,54, то есть практически в два раза больше была выживаемость без прогрессирования заболевания. Эти данные вылились в улучшение общей выживаемости только в когорте пациентов с мутацией Берсей, а в когорте пациентов без мутации Берсей выживаемость не была была выше, но была определенная когорта пациенток процентов там 15-20, которые действительно долго жили в группе, получая аллопарид. То есть кого-то действительно помогло. Под анализ этого исследования показал, что действительно HRD-тест никакого значения не имеет в прогнозировании эффекта PARP-ингибитором. И другие исследования говорят о том, что этот HRD-статус может меняться от первичного рака к рецидивам, но когда сравнили архивную опухолевую ткань и только что взятый рецидив после того, как его полечили платины, и сравнили степень потери гетерозиготности как основной маркер HRD-статуса, то оказалось, что невозможно было получение такой ситуации, что исходно опухоль имела низкую геномную нестабильность, а я прошу прощения, наоборот, высокую геномную нестабильность она была исходная, а после того, как она была полечена платиной и был взят на биопсию рецидив, она стала иметь низкую геномную нестабильность. То есть вот этот вот статус степени потери гетерозиготности, это, судя по вот этим данным, он указывает на то, что, значит, это какое-то накопительное событие, что если исходно была высокая геномная нестабильность, то в последующем, при дальнейшем наблюдении, сколько бы биопсии не брали, вероятнее всего она останется высокой. Но это никак может не коррелировать со статусом гомологичной рекомбинации в текущей ситуации. То, о чем говорил в первом докладе Евгений Наумович, он говорил о том, что, в общем-то, вот эти реверсивные мутации, они могут восстанавливать функцию белка Берсей. И это нередкое событие при раке яичников, это рутинное событие. Пациенты, которые полечились платинами или парпингибиторами, 21% по данным одного из исследований. В случае мутации Берсей 1, 28% в случае мутации Берсей 2. Это частота реверсивных мутаций при рецидивах рака яичников, которые полностью восстановили функцию генов Берсей и, соответственно, система гомологичной рекомбинации ДНК. Поэтому, по всей видимости, сохранение чувствительности к платине, которое было залогом всех исследований при рецидивах рака яичников для включения их в исследование с аллопаривом, является принципиальным для нас для того, чтобы мы поняли, будет ли эффективность парпингибитора или его не будет. Можно рассуждать иначе и сделать, значит, такой вывод, что если мы лечим пациентку и мы не уверены, что парпингибитор будет эффективен, например, как в последнем случае мы сделали полную повторную циторедукцию, на фоне платины мы не знаем эффект от этой платины, потому что не было проявлений заболеваний до начала платины и нету их тех проявлений заболеваний в процессе терапии платины. Значит, мы не знаем объективный эффект. Давайте назначим парпингибитор. Во всяком случае мы можем сделать вывод, что либо он поможет, либо он не поможет, но, значит, и хуже, может быть, и не сделает. И вот это вот как раз дискутабельный момент, с которым можно и поспорить. И предыдущий доклад, который делал Алексей Александрович, чётко показывает, что назначение парпингибитора может скомпрометировать эффективность последующей химиотерапии. Я бы, честно говоря, не считал бы, что это дуалистическая такая концепция, либо поможет, либо не поможет. Я бы рассуждал бы немножечко иначе. Я бы рассуждал бы, что, может быть, поможет действительно, а может быть, и навредит в том случае, что эффекта от него не будет, но при этом отсутствие какого-то светлого промежутка в лечении пациентки может отрицательно сказаться на эффективности последующей терапии. И, в общем-то, конечно, после предыдущего доклада Алексей Александрович что-то говорить не о чем. Больше я, честно говоря, могу только повторить исследование СОЛО-2, где было показано, что пациентки, которые спрогрессивали на аллопорибе, в последующем крайне слабо отвечали на плотин, содержащую химиотерапию, чем пациентки, которые получали плацебо. И в целом мы имеем данные о том, что чем меньше чувствительность к плазине у опухоли, тем меньше ожидаемую эффективность мы можем получить в том случае, если лечим пациентку парапингибитором. И метаанализы, многочисленные исследования и метаанализы этих исследований продемонстрировали, что, например, при платнорезистентных рецидивах назначение парапингибитора ничем не лучше, чем назначение какой-либо монохимиотерапии. И в этом плане, конечно, если говорить о опции назначения парапингибиторами, мы должны быть уверенными, что эта опухоль сохраняет чувствительность к платине. Поскольку, я так понимаю, что здесь подготовленные люди, которые специализируются на лечении рака яичников, то, наверное, в общем-то, логичным будет для нас с вами подстраховаться и назначить при прогрессировании, при отсутствии мутации берсей не только химиотерапию, а еще и химиотерапию с биоцезумабом. И вот мы назначили во второй линии терапии у пациентки без мутации берсей, чтобы подстраховаться и достичь эффекта комбинацию карбоплотина, гемцетабина и биоцезумаба. И за счет того, что мы назначили эту комбинацию, мы получили объективный эффект, частичную регрессию. Назначите ли вы, опять у меня опечатка, парапингибитор этой пациентки после второй линии терапии в поддержке? Так, 11 человек проголосовали, 13 человек. Ну, большинство не назначит, получается. Опять фальстарт, да? Ну, получается, что те, которые не назначат, они быстрее принимают решение, чем те, которые назначат. Те, которые назначат, они дольше думают, прежде чем принять такое решение. Ну, да, вы что назначат, получается, 53%. Давайте вернемся к презентации. На самом деле, это мой заключительный клинический случай, потому что можно только поднять проблему. Мы знаем, что, в общем-то, биоцезумаб по данным исследованию Oceans прилично так повышает частоту объективных эффектов, и, действительно, можем воспользоваться, так, схитрить и получить объективный эффект на линии, предшествующие назначению парапингибиторов. Но будет ли это для нас являться сигналами того, чтобы назначать парапингибитор в том случае, если этой пациентке нет мутации берсей? Этот вопрос я оставлю открытым. И отдельный вопрос, который я поднял, но мы его уже обсудили, это продолжение парапингибитора после олигопрогрессирования и локального воздействия на растущую олигометастазы. У меня все. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ